Друзья, здравствуйте! Я никакой не психолог, я программист. Конечно же, я читал книжки по общепсихологии Рубинштейна, читал книги по философии, читал НЛП и разные тексты по практической психологии, гештальту, детско-родительских отношений, детским проклятием, экзистенциальной психологии. Также я пришел в эту область после своего жизненного кризиса, когда у меня буквально все развалилось, в моей жизни я не нашел никаких зацепок, чтобы выйти из своей жизненной трагедии. И потихоньку нашел спасение в этой практической психологии. А раз эта вещь мне помогла, то я решил просистематизировать ее и предлагать другим такой же путь, как прошел я. И одна из самых безболезненных вещей – это история терапии, сказка терапии. И нужно каким-то образом спрятать свои эмоции, так чтобы окружающие не заметили вашей боли, и она для других была не очень ясна. Но при этом прорабатывать себя. Какие пути я вижу? Это придумывать истории, это о чем мы только что рассказали. Но тогда ваши эмоции и чувства будут на виду, и окружающие могут их вычислить. Второе – это подхватывать истории других людей, других конкурсантов. То есть вы будете учиться как придумать истории, так и заниматься терапией, ставя в своих или чужих персонажей какие-то трудные ситуации. И третье – это сразу исходно пытаться рассмотреть ситуацию с разных сторон. Тогда не будет понятно, за какую партию вы играете. Сейчас покажу, как это делается на практике. Кстати говоря, подобным третьим вариантом руководствовался Лев Толстой, когда писал свои произведения, потому что он пытался поместить разных людей в одинаковые условия, когда человек должен был предать или у него был куш, и разные люди по-разному выходили из создавшейся ситуации. То же самое пробуем и мы сделать. И, кстати говоря, практическая психология – это как раз такая вещь, которая помогает вам взглянуть на одну ситуацию с разных сторон. Итак, ситуация. Детство, конфликты в семье и проклятие, которые сам себя человек накладывает на дальнейшую жизнь. Допустим, жил мальчик, ну, ребенок в семье. Родители ссорились, постоянно ссорились, и ребенок не понимал, каким образом все это дело происходит, как это все дело сделать так, чтобы родители не ссорились. И принял решение, что когда он станет взрослым, то тогда все конфликты он будет решать мирно. Все конфликты будет решать мирно. Таким образом, он отбросил одну очень важную стратегию – быть агрессивным, добровольным. Та же самая семья, нет, ну, те же самые условия. Родители ссорятся, но при этом, допустим, ребенок принял сторону слабой стороны. Матери, допустим, отец приходил, начинал шуметь или наоборот. И ребенок спрашивал, ну, почему же он не может ответить, почему он не может проявить твердость характера, почему он не может стукнуть кулаком по столу, как это делается в разных историях. И решил, когда вырастет, станет отстаивать всегда свою точку зрения. Таким образом, он стал однобоким и принял в жизни только одну сторону и одну стратегию. Третья семья, те же самые условия, родители ссорятся. И ребенок принял, спрашивал себя, почему же они так вот ссорятся и убивают друг друга, что они будут до старости так уничтожать друг друга, почему они не разойдутся. Прошло много лет, он женился или вышел замуж, исполнил свое желание и свою мечту развел. Но уже развел не своих родителей, а сам развелся. Ну и третья ситуация. Четвертая уже. Родители жили мирно. И ребенок не знал, что нужно или отстаивать свою позицию, или бороться, или разводить кого-то. Он просто жил полноценной жизнью. И в своей жизни он руководствовался той ситуацией, которая у него появлялась на нужный момент. Он жил полноценной жизнью и сам раскрылся. Вот такая вот история. Если вы видите отражение себя в этих историях, то вы как минимум можете продолжить эти истории. Вариант номер два. Расписать их как-то по-другому. Проговорить их всех. А проговаривать будет как бы незакрытым гештальтом. Вы будете представлять, что происходит. И решать для себя подобные проблемы. Ну и возникает вопрос, как же решить эти проблемы, если вы обнаруживаете себя в этих вот персонажах. То здесь две ступени. Это, во-первых, поднять свою проблему. То есть, кто вы находитесь. Если вы не здесь, то придумать какие-то другие ситуации. И, во-вторых, это использовать мощь психотерапии, самотерапии для решения своих проблем. Если вас интересует или вы услышали отклик в подобных вещах, что я делаю, обращайтесь ко мне. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok